Унаружен вот такой фрагмент приборной доски, хорошо сохранившийся, то есть это отверстие для прибора. Вот даже подпись есть, какой прибор, но мы не смогли определить, там две буквы всего осталось. Но есть номер? Да, но самое главное в углу есть номер 2392. Я уже направил этот номер специалистам, историкам авиации. И надеемся, что он позволит установить нам личность пилота. Это самое главное. Поскольку там были бомбы, то только два самолета семейства Як несли бомбовую нагрузку. Як-7Б, Як-9Б. Вот один из таких марок, но точно установить пока мы не имеем возможности. Ценные фрагменты фюзеляжа обнаружили в огороде жителя села Ольховатка в Панеровском районе. Как раз здесь проходила линия ожесточенных боев во время Курской битвы. Удалось найти также сохранившиеся вещи и прах летчика. Останки хранятся у нас. Мы храним останки в храме села Игишево в Панеровском районе. Там уже несколько десятков хранится останков солдат и офицеров, которые подняты за последние два года. И захоронение планируется в мае 2023 года на памятнике артиллеристам, там, где мы обычно хороним. Но ждете, что все-таки, может быть, имена кого-то из них удастся установить? Надеемся. Обнаружили и опасную вещь. Одна из транспортируемых истребителем бомб сохранилась невредимой. Ее передали специалистам на уничтожение. Как правило, самолет подбивают, пробивает бензобак, он начинает гореть очень быстро, все это происходит. И при нагревании бомбы взрываются. Но еще большая вероятность их подрывок при падении самолета. То есть это очень мощный удар. Но вот одна из бомб не взорвалась. Она находилась буквально на полметровой глубине, прямо посередине огорода. И, конечно, это было шоком для хозяев этого дома. Истребитель же очень похож на этот почти восстановленный поисковиком отряда «Курган Як-1». Но от него почти ничего не осталось. Бессмертна лишь человеческая благодарность и память. Кристина Горлатых, Владислав Соболев. События дня.